То есть заходят армяне, я говорю, баров дес, баров дес. Заходят грузины, я говорю, гамар джоба генадзвали. Заходят евреи, я говорю, шалом. Она не запускает ракеты в космос, не изобретает вакцину от страшной болезни, но от этого ее работа не менее важна. Кондуктор Светлана Крайнова каждое утро поднимает настроение пассажирам трамвая 20 маршрута. Говорит, ко всем старается найти индивидуальный подход. Надо шевелить всех, потому что люди, вот понимаете, есть шкала тонов. Есть шкала тонов, и человека надо из плохой эмоции обязательно перевести в хорошую. Но это надо делать постепенно, потому что если его сразу, резко, то не получится, не будет хорошего эффекта. Секрет моего успеха в том, что потихонечку, постепенно, даже самых хмурых я перевожу постепенно в свои друзья. У меня очень много друзей сейчас в городе. Я очень часто езжу на этом маршруте, и вот несколько раз попадала с этим кондуктором. Ну, молодец, веселая, очень женщина приятная, всегда желает добрый день и всегда улыбчивая. А я уже попадаю с ней в третий раз, и всегда вот такой позитив. На самом деле, у нас столько энергии вот этой положительной, которую несет, и которой не хватает по жизни сегодня. В трамвайное депо Светлана устроилась чуть больше года назад, когда из-за пандемии закрылся ее маленький бизнес, связанный с коммуникациями. Говорит, зарплата достойная, но в работе больше всего ценит возможность общения. Спинку выпрямила, улыбка и пошла. Ногу от бедра, помните, это служебный роман-фильм. Такие женщин, мужчины взглядом не пропускают. Ну, плюс еще и девушки тоже. Мне, кстати, вот что-то надо заметить, в моей аудитории девушки, потому что я их все девочки, девочки, девочки. Это моя группа поддержки, они всегда на моей стороне. Чтобы черпать силы и всегда быть в отличном настроении, перед выходом на работу Светлана соблюдает утренний ритуал. Выпивает чашку кофе, слушая мотивационные аудиокниги. Роберт Киосаки, Джим Роан, Джон Кеха, подсознание может все. Роберт Киосаки, я посоветовала бы, ребята, и вам почитать. Светлана уверена, что бы в жизни не произошло, главное не падать духом и уметь радоваться мелочам, из которых и складывается жизнь. Я хочу сейчас абстрагироваться, помимо вот всех вот этих должностей, профессий. И это касается и вас, и нас, и всех, и врачей, и учителей. Ко мне заходят разного рода, и бизнесмены тоже, ставят машины и заходят. Ребят, самое главное в этой жизни – никогда не падать духом, никогда. Несмотря на популярность, Светлана не возгордилась и намерена дальше трудиться кондуктором. Говорит, благодарна сотрудникам Северного трамвайного депо за то, что приняли ее в свою профессиональную семью и научили общаться с пассажирами. Коней и друзей на переправе не меняют, говорят, а то можно утонуть. Меня очень хорошо здесь приняли, и поэтому я не собираюсь предавать своих. Светлана Крайнова и дальше намерена радовать пассажиров своим позитивом. И они платят ей тем же. Постоянно оставляют хорошие отзывы о ее работе на сайте предприятия и в социальных сетях. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События.